Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч третьего тура РПЛ Динамо-Ростов. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют нет и поровну на тотал меньше больше. В последних 7 очных матчах гости не побеждали. В 4 последних очных матчах в Москве 3 победы у Динамо и 1 ничья. Статистика команд. В серии Динамо. Динамо в последних 10 своих матчах 8 раз играла на обе забьют нет и 9 раз на тотал меньше. В последних двух своих матчах на своем поле Динамо не забивало. В серии Ростова. В последних 10 матчах Ростов поровну играл на обе забьют да нет и 6 раз на тотал меньше. После поражения молодежным составом на выезде от Сочи Ростов в 4 последующих выездах не проигрывал, не пропустив ни одного гола, правда и забил всего один. Динамо в предыдущем туре не смогло вскрыть оборону ротора. Все 90 минут белоголубые били с головой о Волгоградскую стену, но так и не пробили ее. Главная причина крайне низкий КПД. Из 21 удара только 3 попали в створ ворот. Просто ужасный показатель. Для сравнения ротор ударил всего 3 раза, но 2 удара пришлось в створ ворот. Ростов не смог ничего поделать с питерским «Зенитом». Вроде бы хозяева и играли неплохо, и ударов нанесли больше по воротам соперника, но увы, и у Ростова КПД был на крайне низком уровне. У «Зенита» в атаке было куда острее. В середине первого тайма гости получили право на пенальти. Азмун пробил очень плохо, Песьяков отбил ногами, но прямо на Азмуна. Что делали защитники Ростова, остается загадкой. Азмун полчаса топтался с мячом, пока его не отправил в пустые ворота. В концовке матча гости остались в десятером. Ярик пошел поддыхать за вторую желтую. Но Ростов вместо финального штурма ворот Киржакова выиграл второй гол. Свой дебютный мяч за «Зенит» забил Дэйн Лаврен, выигравший второй этаж у защитников ротора. В минувшем сезоне «Динамо» и «Ростов» оба своих очных матчей отыграли на тотал больше. Случай достаточно редкий. Хотя в 2016 году была уже такая ситуация, после которой команды в четырех очных матчах забили на двоих аж три гола. Игра «Динамо» с ротором показала, что «Восквичи» бессильны в атаке против глубоко эшелонированной обороны команды аутсайдера. «Ростов» с «Тамбовом» выглядел достаточно бледно. В игре с «Зенитом» уже действовал получше. Но класс соперника сказал свое веское слово. В Москве против «Динамо» «Ростов» традиционно играет слабо. Главная причина – «Ростов» не сидит в обороне, а пытается играть первым номером, за что и получает. «Динамовцев» хлебом не кормит, дает играть от обороны. Защитное построение «Динамовцев» в полном порядке. Пробить их достаточно сложно. На последнем рубеже очень прилично играет Шунин. «Ростов» в первых матчах атакующими действиями не впечатлил. Одним из самых активных игроков был «Мамаев», который принес победу «Стамбовом». Но большинство его ударов шло мимо цели, да и наносились они из-за пределов штрафной площадки. «Динамо» не пустит «Ростов» в свою штрафную, а вот на контратаках убежать и забить – это всегда пожалуйста. Если отнести «Ростов» командам из верхней части таблицы, то «Динамо» в домашних играх с такими командами в последние два сезона 80% матчей играл на «Тотал» меньше и 66% на «Обе» забьют – нет. Теперь большой вопрос, к какой части команд отнести «Динамо». Дело в том, что в выездных матчах с командами из верхней части таблицы «Ростов» в 80% матчей играл на «Тотал» больше, а с командами из нижней части таблицы – 80% на «Тотал» меньше. В позапрошлом сезоне «Динамо» заняла 12-ю строчку, в минувшем – шестую. Среднее арифметическое дает 9-е место. Выходит нижняя часть таблицы. Что до победителя матча, то здесь ожидаемо фаворитом идет «Динамо». Победа хозяев далеко не очевидна, но вполне реальна, если «Ростов» полезет большими силами вперед. Вариант с 1х, конечно же, куда более надежен, но имеет малый коэффициент. В итоге, если выбирать из связки ставок «Тотал» меньше и «Обе» забьет нет плюс 1х, то альтернатив «Тотал» меньше, пожалуй, нет. Это самая вероятная ставка в данном случае. Коэффициент 1.60 вполне сносный. Уж лучше взять «Тотал» меньше за 1.60, чем 1х за 1.42. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!